У нас в гостях Андрей Межирицкий, депутат Минского городского совета, и Виталий Кошеленко, председатель Минской государственной районной администрации. Подробнее о вашем назначении и что стало причинами вашего прихода в власть, потому что до этого вы не соприкасались с властными полномочиями и не были чиновником. Добрый день. В самом деле, я не работал. До этого я в государственных службах не работал, но о себе. Я сам родом со Змеева, я там не только родился, я там вырос, учился, создавал себе бизнес, работал. В 2005 году я возглавил фототранспортное предприятие в Змеевском районе, с которого, в принципе, и начался мой поход в политику. И сейчас в двух словах я расскажу эту историю. Значит, 2010 года, когда в район, ну, везде по всей стране, значит, пришли власти партии регионов, предприятие получило дискомфорт в своей работе. Мы начали проигрывать все тендера, вот, которые мы сами же разрабатывали свои маршруты, вот, накатывали их. Потом каким-то чудным образом мы попроигрывали все, что можно было проиграть, имея при этом новую свежую технику. Вот, значит, каким-то образом перестроиться нам тоже не давали, потому что службы блокировали работу автопредприятия. И в 2012 году нам пришлось полностью остановиться. Значит, люди, видя это все, подходили, расспрашивали, как вы пытаетесь с этим бороться. Ну, вот, я говорю, с этого все началось, потому что активисты нашего Змеевского района пригласили меня возглавить районную партию «Удар». На тот момент я нанимался партией, я недолго, в принципе, и думал, согласился, потому что почувствовал, что, занимаясь политикой, я могу донести свою позицию и свое несогласие с тем, что происходило. Вот, и мы со своими же партийцами, активистами, впоследствии уже и волонтерами организовались, участвовали во всех акциях несогласия, включая и Майдан. Вот, спасибо им за это. И от них и поступило предложение возглавить администрацию. И зимой, в январе месяце, у меня была встреча с Игорем Ивовичем, раненым. Мы пообщались, это было две встречи. После второй встречи, я понял, что создается, планируется создаться молочная команда. Вот, спасибо губернатору за приглашение в эту команду. Вот, и вот теперь, на сегодняшний момент, я ощущаю не только доверие от губернатора, но еще и огромную ответственность, зная жесткий подход в работе. Я ощущаю то, что придется многое настраивать, многое ломать, которое для меня было неправильно создано. То, что я так думаю. Вот, и придя в район, зная вроде бы какие проблемы есть, я понял, что я не все знал. Вот, и сейчас готовятся многие проекты, которые я буду запускать. Это наш полигон, которого нет в районе. Вот, там сейчас стихийная свалка, не более того. Это вопросы, которые связаны, с советом мы общались. Это кладбище, которое надо выделять землю, строить и кладбище. Значит, значит, также вопрос очень, вот сейчас обсуждается, это реконструкция нашего парка в городе Змееве. Вот, ну, и самый главный вопрос, с которым я столкнулся с первых дней, это же, конечно, коррупция. Вот, это я ощутил на себе в первой линии. Ощутил на себе каким образом? Я, вместо того, как сразу начали предлагаться схемы, которые работали, вот, я не хочу там обсуждать главы, которые работали до меня, участвовали они в этом, не участвовали, но я это увидел. Вот, поэтому коррупция – это вопрос номер один. И очень-очень много вопросов сейчас, которые связаны с АПК. Договора с фермерами, ихние платежи. Мы сейчас поднимаем вопрос о том, чтобы, ну, рассылаем письма счастья этим всем фермерам, которые платили до этого от оценки земли 1%, вот, сейчас мы ее отсылаем письма на 3%, вот, и, соответственно, увеличивается бюджет, там, около 20 миллионов гривен за год. Это существенный. Тогда не надо будет бегать за этими фермерами с протянутой рукой, пусть они официально платят и пополняют бюджет района. То есть, вот это я набросал те проблемы, которые первоочередные, я сейчас планирую в течение хотя бы полугода запустить, разобраться с этим. Можно несколько уточнений, может быть, вы в двух словах охарактеризуете, что представляет из себя Змеевской район, то есть, что преобладает, какая промышленность и какие приоритеты вы в ближайшее время расставите, ну, какие планы реализовываете? Ну, Змеевской район довольно-таки и промышленный, и сельскохозяйственный. Промышленность – это, в первую очередь, Змеевская ТЭС, которая является основным дополнителем бюджета на сегодняшний день. К сожалению, она не работает в полную мощь. Ну, дай бог, сейчас ситуация может выровняться. И пополнение бюджета – 90% Змеевской ТЭС, что касается промышленности. Население составляет 72 тысячи, вот, это по меркам области, в принципе, я думаю, и средний, это у нас, наверное, по численности. Вот, это я вам ответил по Змеевской ТЭС. У нас есть, конечно, предприятие еще и бумажная фабрика, вот. То есть промышленность АПК… Промышленность АПК, да. У нас, конечно, неплохое еще лесное хозяйство. Вот, сейчас стоит вопрос с руководителем, пытаемся найти общий язык. Вот, тоже лесное хозяйство у нас, Змеевской Лесхоз является одним из наполнителей бюджета основных. Виталий чувствует ответственность не только перед руководством области, а перед теми активистами, которые его поддерживают, я насколько понимаю. И совместными усилиями вам удалось достичь определенных результатов. Андрей, если можно, поподробнее о них. И вы рассказывали о том, что очень большая поддержка была прямо там на нескольких листах, мы собирали подписи. Ну, в первую очередь, хочу поблагодарить главу администрации за то, что одной из первых его рабочих встреч, это была встреча именно с активистами-волонтерами, где мы могли обрисовать те проблемы района, с которыми мы столкнулись. Одна из проблем, не только для Змеевщины, но, я думаю, для всей Харьковской области, да и Украины в целом, наверное, это проблема ЖКХ, это указание качественных услуг, а вода, водоотведение, вывоз мусора и так далее. В чем проблема по Змееву? Это наше родное коммунальное предприятие, коммунальное предприятие «Змеевсервис». Его возглавляет Андрей Кизилов. В свое время он работал начальником одного из управлений в Харьковском жилком сервисе. То есть, а учитывая то, что сейчас, насколько мне известно, проходили обыски, возбуждались уголовные дела, то мы, как активисты Змеевщины, усматриваем, что схема работы Змеевского предприятия КП «Змеевсервис» аналогична схемам работы Харьковского жилком сервисе. Но это пусть ответы дают правоохранители на эти вопросы. Мы, активисты, неравнодушные граждане, жители Змеевского района, в свою очередь, тоже не сидим сложа руки. И у нас есть несколько достижений, на некоторых я остановлюсь. Одно из первых – это то, что мы смогли удержать рост повышения тарифа на вывоз мусора. Эта история весьма громкая, как для района. Она началась с того, что коммунальное предприятие захотело поднять тариф на вывоз мусора, вывоз в выродку бытовых и жидких бытовых отходов. С 7,30 до 9,60 условные цифры обозначивают. Хотя услуга на должном уровне не оказывается. И что интересно, тарифы эти принять хотели тихо, не афишируя, не общаясь с общественностью. Нас активистов этот факт, естественно, возмутил. Мы провели два пикета. Каждую сессию районного совета мы пикетировали с плакатами, с требованием провести общественное слушание. Мы подготовили петицию. Эту петицию подписало 1400 человек. Учитывая то, что услугу это предприятие оказывает только в половине района, а район у нас имеет 76 тысяч, то эта цифра очень огромная. Что интересно, когда стоял вопрос о демонтаже памятника Ленину в Змееве, у нас быстро провели общественное слушание, сделали урну, пилетей для голосования, то есть общались с людьми. А как стал подниматься вопрос о росте тарифов, все это делалось втихую. Ну, понятно, районный совет и сейчас в большинстве своем состоит из членов партии регионов, поэтому ясно и понятно, что это весьма урок. Андрей, можно я небольшой вопрос уточняю еще? Для того, чтобы понимать рамки работы вот этого предприятия коммунального и подчинения, еще раз уточниться. То есть, каким образом, кого обслуживает территория обслуживания? Я вас понял. Это коммунальное предприятие обслуживает город Змеев, обслуживает ближайшее село, село Зитки, Борки, Боровая, Садонецк, это не вис район, но практически половину района они оказывают услугу по вывозу ТБУ, твердых бытовых отходов. То есть, это предприятие подчиняется Змеевскому районному совету и полностью подконтрольна. Это то, что относительно коммунального предприятия. Мы, как активисты, пытались выяснить структуру этого тарифа. Из чего же он состоит все-таки? Один из депутатов райсовета написал запрос. И такой вот вы получили от предприятия очень интересный ответ. Я кое-что буду цитировать. Информация, как подстава для формирования тарифов на послуги с вывозом отходов, не є публичной, та належа до информации с замороженным доступом. То есть, информация о том, от коммунального предприятия, в ответе указывает, что эта информация с ограниченным доступом. А вы направили информационный запрос? Да, мы направили информационный запрос это депутатское заводование одного из депутатов райсовета. То есть, информацию мы очень долго не могли получить, мы не могли выяснить, обоснованы они или же нет. Собрав подписи, мы все-таки заставили райсовет провести общественное слушание. Три часа беседы ни к чему не привели. Это так, пришли, пообщались и ушли. После того, активисты два дня мониторили вывоз автомобилями, розовыми мусоровозами, вывоз мусора на свалку. То есть, вы самостоятельно стали починить? Мы самостоятельно. Мы понимаем, что деньги уходят, что услуга не оказывается, с нас деньги берут. И мы все-таки решили выяснить, сколько мусоровозов возится в день. Вот срез в среднем за два дня это 7 мусоровозов в день. При том, что руководитель предприятия озвучивал намного большую цифру. Пересчитав все это, учитывая затратную часть, мы пришли к выводу, что даже тот тариф, что сейчас, он не убыточен. При том, что топливо, это одна из составляющих, это вывоз ТБО, это автомобильные. При том, что тариф введен в 2011 году, а топливо сейчас по 22 гривны за литр дистоплива, это даже не убыток. Тогда что говорить об 2011-2012 году, где топливо было по 11 гривен. То есть для вашего района это вообще прецедент, когда вы вызвали на общественные громадки слухания этот вопрос? Не отреагировать на петицию, под которую подписалось практически полторы тысячи жителей района, ну это для Рассовета было равно самоубийству. То есть не отреагировать на желание жителей все-таки поговорить об этой проблеме, выяснить, что же там, почему не оказываться. За что люди деньги платят? В первую очередь. И все эти расчеты наши были озвучены депутатом Бавановым на сессии райсовета. И после этого вопрос райсовет даже не стал выносить на поместку дня. Сессия была 27 марта, буквально недавно. И этот вопрос даже не стали выносить. То есть у смельчан получилось убедить. А тариф образования на вывоз мусора формируется решением райсовета, да? Закрепляется тариф, да, решением райсовета. То есть вот такой вот активной позицией, еще раз повторюсь, это два пикета. Это общественное слушание, это мониторинг городской свалки. Все эти действия в комплексе, как институт гражданского общества, все-таки позволили отстать свое право и не повышать тот же самый тариф. При том, что интересно, к примеру, по графикам, это ежедневный вывоз мусора. Мы этого не видим, но это закладывается в тариф. Норма – это 25 литров человека в неделю, но не образованность столько мусора. И такой ключевой момент, на который они могли ответить. А чего же тариф? У нас в два раза выше, чем в городе Чугуев. То есть у них в пределах 41 литра, а у нас 81 литра. То есть от чего так происходит? Собственно, благодаря этому мы и смогли добиться того, что этот вопрос сняли с повестки дня. Отстояли, отстояли. Только таким вот образом, с помощью речевого общественного влияния, удалось это все сделать. Так как один из прецедентов, второй прецедент, где наше коммунальное предприятие хотелось заработать денег, это плата за пломбировку, распломбировку счетчиков воды. Это же предприятие. Это же предприятие. И сумму, это в пределах 150 гривен. То есть сумма для того, чтобы пришел слесарь, снял пломбу, поставил пломбу, очень завышенное. Мы обратились в антимонопольный комитет. Я сейчас вам процитирую ответ, если можно. Что мы все-таки получили от антимонопольного комитета? Антимонопольный комитет провел проверку и выяснив действия КПП «ЗМІІ ФСЕРВІС» безпредставленным и собрался КП «ЗМІІ ФСЕРВІС» прекратить порушение законодательства шляхом прекратить стягивание от поддержки послуг с водопостачения платы за пломбирование засобов облику воды. То есть, таким механизмом, через контрольную счет, в данном случае антимонопольный комитет, мы смогли добиться, что плату за пландировку и распландировку счетчиков сейчас не взыскивают. И те, с кого успели взыскать эту плату, сейчас им компенсируют эти суммы в будущих платежей путем пересчета. То есть это два таких момента, но это серьезный уровень подготовки, это большой объем переписки, это большое количество активистов было задействовано. Большое количество это сколько, вот примерно хотя? Ну, на митинге для Змеева с населением в 15 тысяч мы собирали более 100 человек, это в будний день, так как все сессии райсовета проходят в будний день. То есть в рабочий день мы собирали более 100 человек, то есть это все-таки говорит о том, что проблема важна и люди хотят, коль платят деньги за услугу, получать качественные услуги. То есть я и харьковчан призываю не сидеть у себя, пора уже отходить от кухонных бунтов, от демогоги на диване, до беседы с телевизором. Все-таки активные действия и активная позиция помогают отцать свои интересы. Так как два из таких примеров, при том, что вы, видимо, слышали, что аналогичная проблема по пломбировке счетчиков была в Киеве. Мы были одними из самых первых в Украине, которые подняли этот вопрос еще раньше, чем в Киеве. В Киеве это только начиналось, а мы уже получили решение антимонопольного комитета. То есть мы, по сути, были первопроходцами и сейчас уже по Киеву антимонопольный комитет уже вынес окончательное решение, где признавать действия незаконными. Но мы были в данном случае первопроходцами. Если можно добавить, я вам скажу так, имея такой актив, который у меня сейчас там в Змееве, мне довольно-таки комфортно работает. Но здесь есть один момент. Я хочу сказать, что я эту проблему знал, наслышан, но насколько она политизирована или не политизирована, насколько это реально, соответствует эти волнения реальности. Значит, я начал заниматься, вызывал к себе руководителя этого Змеева в сервис, общался с руководителем районной рады Тимофеевой, которая мне тоже попыталась объяснить причины вот этого удорожания. Значит, но вопрос еще не решен. То, что они не вынесли на сессию, это не значит, что они не вынесут последствия, потому что я знаю, разговоры идут. Я хочу сказать, что пообщавшись с Кедиловым, я не совсем понял сам. И не совсем знаю ситуацию мои замы, калькуляция, которая составляется. Никто в ней эдосканально не разобрался. Значит, мы договорились, что будет у них проверка групп. Есть там свои сложности, но они сами на себя ее направят. Потому что по-другому там быть не должно. Есть проблемы, опять же, связанные то, что я ранее рассказывал, с полигоном. Полигон вообще не чистится, там нет ни землеотвода, ничего нет. Туда свозится мусор, за это берутся деньги. Там идет стихийная асфалка. Закрыть это предприятие, но мы пока себе не можем позволить, потому что мы тогда парализуем город. И пока предприятие будет работать, но разобраться мы должны. И вот у меня было предложение буквально сегодня создать коллективный такой, сделать аудит с представителями общественности, со специалистами, с депутатским корпусом. Пусть они выезжают на это предприятие. Они показывают бумаги, потому что, как они сказали, мы сами в этом заинтересованы. Поэтому я, как руководитель района, не могу эмоционально сказать то, что там все так плохо. Разберемся, сделаем выводы, посмотрим. Ну, при помощи гражданского контроля люди смогли посчитать, сколько вывозится, сколько машин ездит. Я думаю, сколько вывозится. Ну, я вам хочу опять же такое сказать. Я разговаривал по обследованию, которое делали депутаты. Там они смотрели два дня. Опять же, два дня не показать. В месяце 30 дней, в году столько, тогда мы понимаем. Ну, если брать месяц, они сказали, ну, вот так получилось именно в тот момент. А в другие дни по-другому. Ну, посмотрим все. Мы должны видеть калькуляцию, из чего составляются тарифы. Разберемся. Я же говорю, повторяю, семья таких активистов, которые и юристы, и экономисты, и Андрей работал ранее в Науловой, то есть не только он, там еще у нас есть люди, которые помогут разобраться. И что самое интересное, может быть пока, может, не знаю, но со стороны Смельевсервиса и районной рады я не увидел такого, скажем, отказа в этих проверках, да, или там чего-то, пока не готовы все предоставить. Может быть пока, посмотрим. То есть вопрос еще... Вопрос открыт, конечно. Ну, для нас на первом маршруте было трудно добыть информацию, хотя бы, я надеюсь, сейчас более контактно будет. У нас, знаете, как это будет, было заседание районной рады, и я впервые присутствовал с приглашения руководителя, ну, председателя районной рады Тимофеевой, потому что до этого, ну, были плохие отношения, скажем так, между администрацией и районной радой. Вот, не приглашали туда руководителя администрации. Спасибо, я был, я послушал, вот, и хочу сказать, что я надеюсь, что нам удастся все-таки наладить работу, и мы разберемся. Вот, я думаю, что в этом плане должно все получиться. Ну, может быть, я ошибаюсь, может, у тебя присутствует наивность, но посмотрим. Виталь, скажите, пожалуйста, чем регламентированы ваши взаимоотношения, то есть администрации с выборной властью в районе, ну, с райсовета? Ну, у нас, получается, в любом случае, смотрите, коммунальные предприятия, которые мы тоже выделяем деньги, ну, мы, утверждает это все районная сессия, вот, и поменять того же самого Кизилова мы не в состоянии сами. Депутатский корпус своим голосованием, вот, они определяют, значит, оставляют человека на работе и не оставляют. Но значение, да. Да, распределение денег, это же не идет только руководителя районной администрации. Идет утверждение на сессии, вот. И я пригласил к себе депутатский корпус, который состоит из, так скажем, батьковщины и тех людей, которые были ранее в оппозиции. Они считают себя до сих пор в оппозиции, я им говорю, ну, хватит уже, все-таки есть глава, который вас поддерживает, да, и вы уже не оппозиция. Оппозиция уже так, вот, есть там группа регионалов, которая еще осталась, которые, непонятно, хотят выйти, или боятся, или, ну, вот. Поэтому отношения сложноватые. Сложноватые в том плане, что люди еще не могут определиться, многие. Вот. И, дай бог, остаются в осени выборы, я думаю, что это должно поменяться. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько ушло времени на отмену оплаты на пломбировку, распломбировку счетчиков, то есть, какой временной период заняла у вас эта борьба? Порядка четырех месяцев это заняло. То есть, это небыстрый процесс. У нас многие контролирующие органы футболили, прямо скажем. То есть, с прокуратуры мы получали отписки, инспекция по защите прав потребителей, отписки, и единственная организация, которая реально смогла помочь, это антимонопольный комитет. То есть, вся вот эта переписка со сроками 30 дней на предоставление ответов порядка четырех месяцев заняла. То есть, ваш опыт доказывает, что, пользуясь инструментами, можно добиться и в таких условиях? Можно здесь иногда очень важно знать, куда правильно написать жалобу. И обязательно собрать доказательственную базу. То есть, те ответы, которые нам приходили, мы их прикладывали и отправили туда. То есть, официальная информация, чтобы не было возможности влево-вправо. Ну, она не очень контролирована. Я скажу, почему. В общем, буквально сегодня было мое эмоциональное высказывание на аппарат, которое мы проводим по понедельникам с утра. И одно из замечаний от меня было, это то, что кроме разговоров по уборке территории, дальше ничего не идет. Ну, какую-то лампочку купили поменять, где-то еще там забор подправили. Ну, когда я начал разбираться, кто в городе и в районе, ну, в районе я так понимаю, но кто в городе должен навести порядок, а как раз у нас есть коммунальное предприятие, которое состоит из шести рабочих человек для всего города Змеева. Тот же самый Змеев сервис, он не занимается уборкой. Он занимается только теми вопросами, которые мы сейчас до этого озвучиваем. Вот. Финансовая составляющая, может, неинтересна, но здесь тоже же опять горсовет должен определиться. Если у них должен быть порядок в городе, у них должно работать в коммунальном предприятии шесть человек. Вот. И идет такой, мягко скажем, я уже рассадил как саботаж, потому что когда я две недели назад сказал подготовиться, и мы должны успеть празднованию, ну, будем отмечать Пасху, да, то подготовьте, пожалуйста, погода не позволяет, но у вас должны быть заготовленные краски, инструменты. Сегодня, на сегодняшний момент ничего такого нет. Завтра оперативное совещание, вот насколько это уже будет оперативное, ну, соберемся, попытаемся что-то изменить. По населенным пунктам, по сельским советам, мой зам сегодня докладывал, значит, там вроде бы как отчитались о том, что навели порядок на кладбищах, да. В целом 9 мая, я скажу так, район не готов. Не готов, и вот эти все отписки, связанные с погодой, там, нехватки денег, это только отписка. Поэтому слаженного механизма вот в этом направлении нет, потому что это не те коммунальные предприятия, которые приносят прибыль. Вот. Они только там обслуживаются, какие-то там деньги, которые заложили в бюджет. Ну, пока, к сожалению, так. Еще? Еще. Так, господи, для вас. Вот. 4-2 года тому существовала проблема с медицинским закладом в бирках стосовно оптимизации лекарни. Чи есть карди зараз от людей с приводом того, что частина фаховців была направлена уже в Дозмивское районное лекарство? Зараз яка? Скажу вам честно-откровенно, смотрите, я сегодня, третья неделя, как я на душе, да, я эту проблему слышал, но у меня завтра, буквально завтра, в 2 часа дня, я встречаюсь в Сельском совете в Боргах с депутатским корпусом, с председателем, значит, будем получать информацию от них, соответственно, предложения, жалобы. Они, я думаю, озвучат эту проблему, будем разбираться. Первая проблема, к которой мне пришлось выехать, это Лиман, потому что там были экологические вопросы. Была недавно буря, там мы поднимались из полигона, которые должны идти на улитилизацию, там, вот эти отходы, они поднимались ветром и накрывали поселок Лиман. Поэтому я выехал пока в Лиман, то, что успел, и завтра планирую выехать в Боргах. Поэтому сейчас, на данный момент, по вашему вопросу, я не готов ответить. Вы затронули тему выборов, да, ну, предстоящих. А мне хочется спросить о минувших выборах, то есть Верховную Раду. Ваш район в Верховной Раде представляет явление Мураби, если я не ошибаюсь. Как вы взаимодействуете и представляет ли он действительно интересы жителей района в Верховной Раде? Какие, может, законопроекты полезные для района принял? Ну, если можно, я отвечу. Я ждал этот вопрос. Он весьма актуален на сегодня. Да, Евгений Владимирович Мураев, народная подзмеевщина, на последних выборах прошел. Он уроженец Змеева. Ну, за что земля Змеевская так наградила в колбачах, не знаю. Я, ну, кое-что о нем скажу. Сейчас Евгений Владимирович Мураев, ну, известно о входе от ВВУ в оппозиционный кабмин, да, и он министр экономики, да. Сейчас себя он как патриот оппозиционирует. Но я все-таки вернусь к тому, что буквально вот тому, он озвучивал на видеокамеры то, что он дал интервью в СМИ. Я просто остановлюсь на цитатах, чтобы было понятно, что он из себя представлял буквально год назад. Газета «Змеевский общественный вестник». Интервью с нардепом Мураевым. Фразы «Новая незаконная власть приняла законы». Те, кто довел страну до ручки. Новое правительство развезло настоящую войну, но не с Россией, а с собственным народом. Цель этой войны, очевидно, осеннолетний согласный. То есть, ну, вот такие фразы. Особенно шикарная фраза. После захвата власти прошло всего три месяца. То есть, события революции гимнасти для Евгения Владимировича это захват власти, да? Фраза тоже шикарная. У него цель это отстранение хунта от власти. Андрей, скажите, пожалуйста, такие вот фразы. Понятно, что чью политику поддерживал Мраев. Сейчас вы следите за его активностью в Верховной Раде. И планируете какие-либо обращения в связи с его отсутствием? За присутствием в Верховной Раде. Из 40 регистраций он зарегистрировался только 12 раз. То есть, явка на пленарное заседание не доходит даже до 50%. По законопроектам, это один законопроект в группе авторов и, собственно, все. За прошлую каденцию, за два года, это было 10 законопроектов, по сути, не несущих никакой ценности. То присвоение храму статуса национального, то празднование 68-го годовщины освобождения Украины. То есть, ни одного депутатского обращения, связанного со Змеевчиной, ни одного законопроекта, направленного на Змеевчину, не вынесено не было. Напомню, что Евгений Мураев голосовал за диктаторские законы 16 января. То есть, этот факт им замалчивается, да? Сейчас по Змееву мы видим на плакатах его лица, где на украинском языке он желает миру то доброму, хотя в январе прошлого года он так не думал. Ну, вот такие вот факты интересные, да? Ну, человек, скорее всего, из бизнеса. Сейчас по району, например, ООО «Альтеп» устанавливают твердотопливные котельные. Школы, детсады, госучреждения. 50% основного фонда ООО «Альтеп» в соответствии с данными его среестра. Мураев Владимир Кузьмич, это его отец. То есть, ну, использовать свой статус депутата для реализации своих бизнесовых и коммерческих проектов, данных реалиях. Ну, пусть этим заниматься правоохранительные органы. Мы обращались, но, к сожалению, наше обращение в правоохранительные органы, мы это активисты. Все эти факты предоставляли газеты, видеоинтервью, где он, опять-таки, уже народ на востоке вышел «И строите свои баррикады, сколько хотите». То есть, это, ну, вот такие фразы, да. Я считаю, что это антитеррористическая операция или карательная операция должна быть завершена. То есть, для него АТО – это карательная операция. Непонятно, как еще он находится в Верховной Раде. Хотя и для Харькова эти проблемы актуальны. Ну, это, в принципе, везде наблюдается, что обновление определенно идет, но схемы остались те же, потому что всех определенно в одночасье заменить невозможно. И вот буквально, подытаживая нашу пресс-конферию, пару слов о том, как будут проходить выборы в городской совет и в районный совет. Готовитесь ли вы к этому и кто будет представлять интересы на этих выборах? Местный совет – это действительно выборы. Местный совет – действительно больная тема, так как основная масса активистов, основная масса патриотов сейчас, воюют на Востоке. И действительно сталкиваемся с кадром Волокова. Но даже те активисты, которые есть, я думаю, смогут заполнить эту нишу для того, чтобы мы на следующих выборах местные советы на всех уровнях, начиная от маленького села и заканчивая представителями от Змеевщины в областной совет, чтобы эти места депутатов заняли действительно достойные люди, патриоты, для которых честность и справедливость стоят все-таки во главе УРО. То есть я даже не беру такой критерий, как профессионализм. Для депутатов профессионализм – это дело наживное. Но если он не честен перед своими избирателями, это во сто крат хуже, чем отсутствие его профессионализма. Мы готовимся к этому, постараемся сделать так, чтобы представители от нынешней оппозиции, оппозиционный блок и так далее, чтобы те люди не попали, и чтобы у нас по каждому избирательному округу шел свой человек один. То есть мы будем согласовывать друг с другом между разными политическими силами, между амбициями разных людей находить компромиссные варианты, так как без этого мы можем упрямо потерять. Особенно для Харьковской области, для пограничных, которые чудно не оказались полигоном для военных действий, это особо важный, особо острый вопрос, который стоит на сегодняшний день, скажем так. Виталий, сейчас соберутся общественные советы при администрации, при госструктурах, что-то подобное будет у вас? Ну, на сегодняшний момент я создал возле себя совет из общественных деятелей, которые могут быть полезны мне в тех или иных вопросах. Есть так званые советники, которые по направлениям работают, и группы такой большой на сегодняшний момент нет. Есть только вот эти советники, которые не подскажут, делают направление, в свою очередь они общаются с активистами, вот работаем в этом направлении. Общественного совета в таком огромном масштабе, вот такого нет. Спасибо. Мы ждем вас с презентации приоритетов и стратегии развития вашего района. Если будет такая программа вами разработана, приходите, вам будут победы в Уст-Уст-Уст-Уст-Уст. Спасибо. Украина перемужет.